В рамках всероссийского антинаркотического месячника при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального ОНК выявили факт незаконного хранения марихуаны в крупном размере. В противоправной деятельности подозревается 41-летний житель Вышневолодского городского округа. При обыске на территории частного дома обнаружено изъят около 200 граммов марихуаны. Кроме того, оперативники обнаружили сверки с наркотиком и приспособления для его фасовки, а еще контейнеры с готовым наркотиком и оборудование для выращивания каннабиса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В полиции фигурант осознался в содеянном, мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. На 236-м километре автодороги России автомобиль АВ наехал на остановившуюся газель дорожной разметки. Газель, в свою очередь, наехала на находящегося неподалеку дорожного рабочего. Мужчина, 89-го года рождения, доставлен в больницу. В ночь на 14 июня у железнодорожного переезда Савватевского шоссе мотоцикл наехал на лежащего посреди дороги пешехода. Мужчина, а ему около 50 лет, скончался на месте. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание гражданам. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережение – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова